Сотни километров позади и две недели в дороге. В составе бортавтопробега участники приморского отделения боевого братства. Путешествуют колонной из шести машин. Пробег стартовал в находке. С собой везут музыкальное оборудование и флаги. В каждом городе устраивают большой концерт. Поют свои любимые бардовские песни. Ориентируются прежде всего на молодое поколение. Это военная часть бригады, где новобранцы абсолютно только форму одели. Вчера мы провожали уфимцев, башкиров, в армию попали на призывной пункт. То есть мы такая немножко специфика, учебное заведение, либо молодежь. Тихоокеанский маршрут Победы пролегает через всю страну от Владивостока до Санкт-Петербурга. Самарские ветераны поддержали инициативу и с радостью встретили своих боевых братьев. Главная задача, чтобы молодежь, которая сейчас подрастает, помнили и понимали, что это такое защита Родины. Это главная наша задача. В каждом городе участники автопробега помимо концертов будут собирать подписи за утверждение Всероссийской минуты молчания, которую члены боевого братства предлагают узаконить на государственном уровне 4 ноября в День народного единства. За два месяца участники пробега посетят 44 города, проведут 38 концертов. Из Самары отправятся в Саратов. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События.